Всем привет, с вами Айка и это очередной мукбанг. Вчера видео не было, просто потому что было в воскресенье, я весь день рисовала. Если вы подписаны на мой инстаграм, вы наверное в курсах, то есть я стараюсь в последнее время очень много историй снимать, все показывать, чтобы вы видели все, что за кадром, так скажем. Вот сегодня у нас фаршированные перчики. Я очень люблю долму три сестры и среди всех сестер мне больше всего нравится перчик, поэтому сегодня у нас только он. Очищенный грейпфрут, здесь помидорка, огурчик и спрайт, холодный прям. Минуточка, смр. Буквально два дня назад я была в шоке, если честно. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем за донаты. Я раньше считала это чем-то диким, так скажем, но сейчас, в последнее время, смотря на своих коллег, смотря в тиктоке, сколько людей отправляют подарки, там разные, огромные подарки своим любимым блогерам, я поняла, почему бы мне не попробовать. Это же все абсолютно на добровольной основе. Поэтому хочу сказать огромное спасибо. Я даже не ожидала, что столько людей будет. Просто представить не могла, вот реально. И, к сожалению, большинство были анонимно. Наверное, многие не разбираются особо, но там можно написать ваше имя, можно отправить голосовое сообщение, можно написать сообщение. И те, кто все-таки додумались, что в эту ячейку надо писать имя, им я бы хотела передать приветы. Сегодня передам приветы нескольким и в следующем видео остальным. Но большинство людей все-таки отправляли донаты анонимно. Наверное, они не знали, как в настройках там указать. Ну, вроде там все просто, я даже не знаю, почему вы не додумались. Итак, первый человек. Иди, она прописала себя. Айнур, ты как родная, приятные, теплые ощущения вызываешь. Любимая наша, спасибо огромное. Следующее сообщение от анонима. Но зато здесь она указала, как ее зовут. Айка, привет, меня зовут Мэриам. Я тебя смотрю уже три года. Просто обожаю твои видео. Продолжай снимать, ты лучшая. Передай мне в следующем видео, пожалуйста, привет. Буду самой счастливой. Мэриам, тебе огромный привет. Но у тебя здесь указано аноним. То есть ты там можешь указать свое имя и даже отправить мне голосовое сообщение. Следующий, Олеся. Айка, привет, я тебя очень люблю и смотрю каждый день. Спасибо. Турана. Видите, все девочки. Я вот когда вам говорю, что у меня аудитория, в основном 90% это девушки. Мне некоторые не верят. Я даже в инстаграме вам аналитику показывала. Здесь все девушки. Извиняюсь за шум. Это просто пылесосит моя соседка сверху. Турана. Я тебя смотрю уже давно и люблю тебя. Каждое твое видео смотрю с огромной радостью. Турана, тебе тоже привет. Гумраль. Очень люблю тебя. Желаю успехов. Кстати, Гумраль кино самый большой донат. Но я не буду называть суммы. То есть в дальнейшем. В дальнейшем тоже. То есть не буду называть. Не важно сколько там. Все равно передам приветы. В общем, скажу вам честно. Раньше мне казалось это диким. Но сейчас я смотрю в тиктоке. Я смотрю там, не знаю, на твиче. Все стримят и кто-то кидает. Но это уже добровольно. То есть это непринудительно. То есть не обязательно, чтобы посмотреть мой контент. Нужно кинуть деньги, платные подписки и так далее. Это просто кто захочет меня обрадовать. Ссылочку я оставлю. Вы можете тоже донатить. Всем остальным привет я передам в следующем видео. Но для меня реально было это удивительно. Потому что признаюсь честно, я сама особо никому не донатила. И аудитория как бы нормально это восприняла. Я так поняла, что дико на это смотрела только я. О чем мы сегодня с вами поговорим? Наверное, поотвечаю на вопросы. А то некоторые жалуются, что в последнее время я мало всего рассказываю и так далее. Наверное, вы задаваете интересные вопросы в инстаграм. А я вам буду на них отвечать. Вообще, инстаграм идеальная площадка, чтобы именно пообщаться. Потому что здесь кто-то пишет вопрос. Я могу его просто не увидеть. Там может быть просто малейшее какое-то слово. Ваше сообщение, например, уйдет в спам. Иногда я захожу в спам. И там вообще очень даже приятные сообщения. То есть никаких оскорблений, ничего такого. Например, если вы поставите 4 одинаковых смайлика, вы уже идете в спам. И это сообщение не вижу ни я, и не видит никто. Поэтому в ютубе этих ограничений просто дофига. Поэтому кто хочет, чтобы какую-то свою тему обсудили у мукбанки, пишите свою историю. Внизу пишите анонимно. То есть ваше имя я называть не буду. Мы просто обсудим. Но пишите подробно. Чтобы можно было дать какую-то оценку. Насчет спортзала. Некоторые спрашивали. У меня закончился абонемент. Я думаю, может быть, все-таки не в спортзал, а на плавание записаться. Я плавать не умею. Я очень хочу научиться взять индивидуальные занятия с инструктором. И научиться наконец-то уже плавать. А то это опасно даже в какой-то степени. У меня у брата была идея, как его научили плавать. Когда я говорила, что мне надо записаться на плавание, нужен инструктор, индивидуальные занятия и так далее. У меня брат говорит, видишь, что захотела? Знаешь, как я научился плавать? Я говорю, как? Меня просто кинули в озеро. И все, я сам научился плавать. Я говорю, ну как? Он говорит, ну инстинкт самосохранения. И один из брат все-таки решил применить это. У меня в кармане был телефон. Он намок. Кстати, у меня телефон был не влагоустойчивый вообще. Но потом я его высушила феном и вроде как он работал. Просто батарейка набухла и у меня задняя крышка, она не закрывалась. В старых телефонах раньше можно было вытаскивать эти батарейки, менять, ставить новые. Сейчас у этих я даже понятия не имею, как можно вытащить батарейку. Только если открывать телефон. Ну в общем, кинуло меня в воду. Я чуть не утонула, нахлебалась воды. Хорошо, что там рядом был двоюродный брат, который помог меня оттуда вытащить. В общем, такая вот история. Плачевная. После этого меня не пытаются так научить плавать, поэтому я хочу все-таки пойти и научиться плавать. Вот поэтому хочу спортзал пока что оставить. Все равно плавание это тоже физическая нагрузка. Почему нет? Если я буду ходить и туда, и сюда, у меня просто времени не останется снимать видео, рисовать бумажные сюрпризы. Например, вчера я встала и просто где-то с 9 до 12 рисовала бумажные сюрпризы. Там наклейки получились безумно красивые. Ну просто представьте, сколько времени я потратила. И я весь этот период непрерывно рисовала бумажные сюрпризы. Это просто мое самое любимое. Вообще, что-то уметь это всегда круто. Что-то новое изучать. Вот меня часто спрашивают, покупаешь ли ты какие-то курсы у блогеров или еще что-то. Курсы у блогеров не покупаю, но сегодня я собираюсь, кстати, купить очень интересную книгу. Книгу по финансовой грамотности. Вот хочу ее прочитать. Я просто слышала очень много крутых отзывов по поводу этой книги. Я хочу ее начать читать, изучать, потому что мне вот иногда в комментариях пишут, вот ты купила квартиру, получаешь какие-то дивиденды, например, с квартиры, но это не заработок, на это много не заработаешь. Я реально раньше, когда читала эти комментарии, я думала, вот люди не могут порадоваться за меня. Но сейчас я начала замечать, что людям, например, у них есть одна квартира, и через год у них уже две квартиры, к примеру, да, или сумма где-то на две квартиры. Они умеют удваивать деньги, и как это делать, во что вкладывать, что выгодно. Я просто решила купить книгу в электронном формате, начать ее читать. Если мне понравится, я вам подробно об этом расскажу. Как, что, почем. Просто я очень много хороших отзывов слышала, я решила купить. Так что в последнее время я как-то стараюсь вкладывать во что-то полезное. Например, научиться плавать, ходить в спортзал, изучать что-то. Не просто читать какие-то романы о любви или детективы Дарьи Донцовой, а что-то реально, то, что мне поможет стать лучше. Ммм. Просто иногда смотришь на людей, они вроде бы начинали вместе с тобой, но у них просто в жизни все офигенно, а мы с вами стоим все время на месте, платим ипотеку и так далее. Вот, нужно как бы понимать что-то в финансовой грамотности. Вот, поэтому я решила начать это все дело и изучать. Становиться лучше во всех планах. Ммм. А курсы у блогеров я бы тоже, возможно, купила, смотря у кого. и что это за курс. Например, бывшая участница Дома-2 выпустила курс, как она делает макияж. Но я смотрю ее истории, она редко особо какие-то макияжи делает. То есть, информационные продукты очень полезно покупать, но смотря у кого и что именно. не думала я, что я смогу все это доесть. Потому что достаточно соленая. как я очищаю так грейпфрут. Я не знаю, возможно, вам попадаются какие-то другие сорта. мне просто пишут, что нереально так очистить грейпфрут. Я особо никаких усилий не прилагаю. Я просто раздеваю грейпфрут и он готов. Он такой. Я поела. Было очень вкусно. Рецепт я вам обязательно оставлю. переходите, смотрите на мамином канале. Есть рецепт, но там не только болгарский перец, но и помидор и баклажан. На этом все. Берегите себя, развивайтесь, становитесь каждым днем лучше, чтобы люди, оглядываясь, видели вас и восхищались. Всех люблю. Пока.